Сегодняшнее видео о том, как я заводил этот автомобиль. Я его, конечно, уже завел, сейчас я попытаюсь просто рассказать. Вот здесь вот есть свечки, первый цилиндр, второй, третий, четвертый. Перед тем, как производить ремонт электрики, я промерил компрессию. Компрессия в цилиндрах была, по-моему, в первом 4, во втором 2, и третий, четвертый 0. Естественно, при такой компрессии завестись автомобилю нереально. Значит, была надежда. Надежда на что? Что компрессии нет не из-за клапанов, потому что они прогорели, потому что во всех цилиндрах одновременно клапаны не могут прогореть, а компрессии нет из-за того, что залегли кольца. Потому что автомобиль долго стоял без движения, кольца встали на свое место, а назад уже не вышли. Ну, это мое предположение, то есть закоксовались, вот так будем говорить. Я что, автомобиль, вот этот автомобиль Мазда Дымева, попробовал, покрутил, крутится легко, но если нет компрессии, легко же крутится. Взял в каждый цилиндр, выкрутив свечки, залил примерно по 3 кубика масла. То есть взял вот этот вот шприц, вот он, шприц, набрал в него вот так вот масло, вот это вот деление, шприц 20-кубовый, вот это деление 5 кубов, вот он, а я набрал вот так вот примерно 3,5 кубика, и залил в каждый цилиндр. Залил, потом закрутил вот эти свечи, видите, не зря они, резьба масля, потому что, когда я заливал, масло же через резьбу бежало. Залил я масло, потом начал крутить, ну, в течение там 20-30 секунд, то она ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток, чувствую, начала схватываться. Ну, то есть компрессия появилась, вокруг этих поршней образовалась такая масляная пленка, и компрессия, естественно, поднялась. То есть конец кольцам, грубо говоря, называется. Потом, после заводки, пошел страшнейший дым. Ну, как страшнейший? Дым, который заполнил здесь все вот в эту вот трубу. О, видите, что творится? Ну, зато завелась, а так не заводилась. Я завел, она там проработала у меня минуту-полторы, заглушил, потом еще раз завел, потом хорошо прогрел, обязательно нужно прогреть, чтобы там кольца со своего места ушли, то есть начали двигаться. Ну и все, машина заработала. Естественно, этому двигателю необходимо делать капитальный ремонт. Без капитального ремонта он дальше не уедет. Ну, человеку, моему товарищу хорошему, ему надо просто было доехать до гаража после ремонта, после того, как, после многомесячного стояния этого автомобиля, ему надо было доехать. Я вам скажу, вот такой способ заводки двигателя после того, как нет компрессии во всех цилиндрах, я подчеркиваю, не в одном цилиндре, а во всех цилиндрах, потому что не бывает, редко бывает, что в четырех цилиндрах было почти ноль, то есть в двух, там два четыре, а в двух ноль. Вот. Это связано с тем, что либо неправильно что-то с газораспределенным механизмом, когда клапана не закрываются, прогореть они все тоже сразу не могут, либо залегли кольца. Ну, я, конечно, все это упрощенно говорю, там могут быть и другие причины. Вот. Прогореть все поршня тоже не могли, поэтому я вот таким способом завел автомобиль. Ну, как видите, завелась отлично, давление масла погасло. Вот. Моя задача сейчас выехать из гаража и все на этом. Открываем ворота. Так. Дойники. Да, машина, конечно, не очень. Работает. Движок надо делать. Но это уже другая история. Просто маленько вот так вот надо влево, а то там зацеплю. Так. Не могу снимать. Выехал, надо сказать, неплохо тянет. Так даже в горку поднялась. Такие дела. Сейчас надо будет вот туда ворота заехать.